Как я уже сказал перед рассмотрением этого вопроса, дом Руссова, в который мы вложили деньги, бюджетные средства, дом Руссова рушился. То есть нам понятно было с самого начала, к чему это все идет. Те проекты, которые нам приносили сделать, они были неприемлемы. Просто неприемлемы. Это уже не дом Руссова, это что-то такое. Ну, можно было угадать дом Руссова, но так, с трудом. Абсолютно новое строение, такой новодел. Поэтому наши переговоры с тем, кто представлял и управляющую компанию, и большинство собственников квартир, я сказал, что такой проект мы даже рассматривать не будем. Восстановите, пожалуйста, так, как было. Не нашли мы поддержки в этом. И тогда мы, проработав юридические все моменты, нашли возможность приступить и сделать это за бюджетные средства. При рассмотрении, при том, что мы проводили ремонт, никаких жалоб, претензий к нам о том, что мы ремонтируем чью-либо частную. Я понимаю, что за этим последует дальше. Поэтому мы упреждения. Никто не возмущался, что вы ремонтируете нашу частную собственность. Мы с этим не согласны. То есть молчаливое такое ожидание, когда мы все сделаем, а потом прийти и сказать, а где наша здесь? Здесь, кажется, все наше. Ну, неправильно. Это было понято. Допавило, переполнило в эту чашу терпения информацию, о которой я уже поделился сегодня. О том, что там происходит регистрация прав собственности у нас за спиной. В том числе коммунальная собственность. У меня нет таких фактов сегодня, пока подтверждение фактов. Но, наверное, они и есть у следственных органов. Наверное. Я не знаю, не буду за них говорить. Но для того, чтобы сегодня прекратить вот эти спекуляции различные, мы приняли с полкомом такое решение. Дальше будем развивать эту ситуацию. Я хочу сказать, что сегодня это своеобразный такой месседж, который мы послали всем тем, кто когда-то купил те знаковые объекты для города. Их достаточно много. Представляющие за собой историческую архитектурную ценность для города. Купить купили, а денег на то, чтобы привести в порядок, нет. Поэтому сегодня мы показали, что у нас есть возможности, желания и решительность в наведении порядка в эти вопросы. Я хочу, чтобы все задумывались о том, что купили, нашли денежки купить, как-то вывести из собственности, найдите деньги сегодня, восстановить ту архитектурную красоту, которая была. Покажите, пожалуйста, в принципе, что изменится для дома Руссова, если он станет коммунальной собственностью? И сколько средств надо понадобиться для того, чтобы восстановить в полном объеме до жилого состояния? Я вам скажу, я не отвечу вам сейчас на эти вопросы. Нам надо было прекратить вот это все расхищение, расхищение или увод коммунальной собственности. А дальше, знаете, дорогу осилит идущий. Мы, поверьте мне, мы найдем возможности для того, чтобы все там навести порядок и в дальнейшем.